Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я бы хотел вам показать и рассказать о том, как пользоваться моим сайтом, как находить скрипты, как скачивать чит, да и в целом показать, что здесь появилось, что обновилось в глобальном обновлении. Кто до сих пор еще не заметил, сайт уже обновился где-то 2 дня назад, точно уже не помню. Так же, кто еще не протестировал обновление, можете зайти протестировать, оно довольно крутое. Как вы можете заметить, поменялся дизайн, полностью поменялся дизайн. Здесь, давайте начнем снизу, в принципе, внизу появилась вот такая информация. Сколько здесь в общем скачиваний, как видите, 1 400 000, это довольно много. Также выложенных скриптов 1200, ну, к сожалению, скриптов довольно мало здесь выложено. А также пользователей, смотрите, как пользователи здесь считаются. Когда вы зайдете через Google аккаунт, то вас посчитают за пользователем, то есть вы зарегистрируетесь и тогда вот здесь вы появитесь. Короче, я думаю, вы поняли. Дальше онлайн, это сейчас какой онлайн на сайте, тоже, в принципе, немаловажная, наверное, функция. Может быть, кому-то интересно, может быть, нет, но добавили. И также здесь появилась информация, то, что если у вас есть какие-то предложения по улучшению сайта, там, сотрудничества и так далее, нажимаете сюда Send Message и пишите мне в Телеграме. Погнали дальше. Что здесь вообще глобально изменилось? Значит, смотрите, теперь в строчку идет не 4 скрипта, а 3. Во-вторых, они стали больше по размеру, в принципе, и картинки тоже больше стали. Можно лучше рассмотреть, что за функция находится в скрипте. Также появился вот этот значок в углу, как видите. Это кей-система, то есть ключ-система. Вот этот значок добавляется на те скрипты, которые используются только с ключ-системой. То есть, если ключ-системы нету, то, естественно, этого значка тоже не будет. Давайте сразу еще покажу другой значок есть. Есть еще значок патчет. То есть, исправлено, либо же не работает. И что еще прикольно, то, что он немножко такой затемненный. Это значит, что данный скрипт или чит не работает. И, в принципе, можете не пытаться его скачивать и пользоваться им. И есть еще один значок, но выдавать этот значок могу только я. Этот значок с огоньком. И он означает то, что либо это буст, либо продвижение скрипта. Именно это только для скрипта. То есть, если, допустим, кто-то выложил год назад скрипт, и хочет, чтобы он был довольно популярным, чтобы он был на первой позиции, чтобы его видели, чтобы им пользовались, этот значок, короче, продвигает скрипт, и он находится на первой позиции. И с нее не будет уходить, пока, естественно, я этот значок не уберу. То есть, этот буст. Как-то так. Дальше, фильтры. Тоже, в принципе, прикольная штучка. Значит, recent, вроде так, это читается. Это, короче, недавно выложенные скрипты. Дальше, popular. Это популярные. То есть, вы можете посмотреть, какой здесь самый популярный скрипт на данный момент. Вот, как видите, это blocks.fruid. Дальше, list time. Здесь вот, менее популярные уже идут, но тоже считаются популярными. Можно еще посмотреть. В принципе, довольно много их. И довольно много скачиваний на них. И старые. Это, короче, самые старые скрипты. Грубо говоря, самые первые, которые выкладывались на сайт, когда он только появился. Тоже, кому интересно, можете посмотреть. А также здесь доступен поиск кириллицей. То есть, допустим, пишем под сим. И смотрим. Как видите, скрипты на под симуляторе находятся. Но единственное, что работает он довольно криво. В дальнейшем, может быть, он будет улучшаться, но сейчас он работает не очень. То есть, смотрите, допустим, если я хочу на Murder Mystery 2 получить скрипт, я пишу вот так вот. И вот так у меня находит. Если, допустим, я напишу Murder, то у меня уже не находит. Murder тоже не находит. То есть, нужно здесь U именно, чтобы была. И таким образом находится скрипт. Вот. Так, что я еще забыл вам показать? Самое главное. Смотрите. Вы, когда заходите на скрипт, вот так сейчас это все выглядит. Здесь также показывается полностью описание, потому что оно, как можете заметить, здесь не полностью показывается. Помимо этого, появился значок информации. То есть, это... Здесь, короче, пишется о том, кто выложил этот скрипт. И вы можете написать на него репорт. А, ага. Окей. Это получается, мне нужно писать. Для чего, короче, эта функция сделана? В основном, либо, короче, кто-то выложит, допустим, там, скам скрипт. Либо же скрипт перестанет работать. То есть, короче, вся контактная информация насчет скрипта. Там кто-то хочет за скамень кого-то там. Или скрипт не работает там. Или, может быть, описание неправильное у него. То есть, вы мне пишите, я там исправляю потом этот скрипт. Также появился значок лайка. То есть, смотрите, мы лайкаем. А, нужно зарегистрироваться. Вот, к этому сейчас мы подойдем. Значит, как получается сам скрипт? Мы нажимаем get, появляется скрипт, вот здесь ниже, как до этого вы могли заметить, его не было. И появилась очень удобная функция. Это копировать скрипт, о котором вы очень много и очень давно меня просили. Мы, наконец-то, ее добавили. То есть, мы копируем этот скрипт. И, как видите, он скопировался. И можно также его скачать. Скачивается он в виде файла txt. И с этого файла вы можете его опять тоже же скопировать. В принципе, не знаю, в основном, зачем эта функция, но, может быть, кто-то ей пользуется. В принципе, чтобы была, я думаю, лучше оставить. Так, погнали дальше. Смотрите. Заходим в аккаунт через Google. Я выберу вот этот аккаунт. Почту я замажу, чтобы вы не видели. На этом аккаунте у меня нет доступа на выкладывание скрипта. Его нужно получать. Значит, давайте начнем с лайков. Допустим, мне понравился этот скрипт. Я нажимаю like. Like ставится, чтобы его убрать, нужно еще раз нажать. То есть, так это работает. Дальше, допустим, вы лайкнули скрипт. Давайте еще какой-нибудь лайкнем один. Допустим, вот этот. Дальше. Заходим в профиль. Здесь появился профиль. Так, зашли в профиль и смотрите, что здесь происходит. Здесь favorites. Ну, то есть, здесь появляются скрипты, которые вы лайкаете. То есть, либо же, которыми вы больше всего пользуетесь. То есть, это можно считать за то, что вам скрипт понравился какой-то, вы его лайкнули. Либо же, это можно считать, как за закладки. Чтобы долго скрипт какой-то не искать, вы можете нажать like, зайти в профиль, и потом его сразу здесь вот нажать и получить на него скрипт. В принципе, я думаю, довольно удобная штука, чтобы долго не искать, не лазить по сайту. Один раз находите, лайк нажимаете, и все. И вот здесь, вот этот пункт, он предназначен для того, чтобы смотреть, какие скрипты вы выложили. Естественно, те, у кого будет доступ, кто будет выкладывать скрипты, здесь они будут появляться. То есть, вы выкладываете скрипт, он у вас здесь появляется. Все просто. И, в принципе, все. Идем дальше. Самое главное, вот, функция AdPost. Ну, не функция, а название, короче, это добавление скрипта. Нажимаем на нее, и смотрим, что здесь написано. Конечно, по-английски я не очень сильно шарю, но ладно. Короче, в чем суть? Объясню коротко. Вы нажимаете на эту кнопочку, пишите мне личное сообщение в Телеграме, я провожу проверку, и по результатам проверки, если вы подходите, то я вам выдаю доступ, и с помощью этого доступа вы сможете выкладывать скрипты. То есть, как это работает? Смотрите, вы когда получаете доступ, сейчас я на другой аккаунт зайду, где у меня есть доступ. Так, все зашел. Короче, когда вы получите доступ, вы опять нажимаете на эту же кнопку, и переходите в раздел выкладывания скрипта. Давайте здесь тоже объясню, в принципе, смотрите, вот здесь вот справа, это пример, как будет выглядеть ваш скрипт. Ну, то есть, не скрипт, а запись, которую вы выложите. Название, допустим, пишем там pet sim, и название все нужно писать на английском, обязательно. Вот, и вот здесь оно появилось, как видите. Второе, это описание, то есть, там, cool script напишем. И вот здесь оно тоже появилось. Дальше, здесь нужно загрузить скриншот. Допустим, давайте я загружу вот этот скриншот. Все, я его загрузил, как видите, он появился. В принципе, довольно удобный интерфейс, потому что вы можете заранее посмотреть, как будет выглядеть скрипт. Я считаю, это очень крутая фишка, мне кажется, ее даже нигде, ни на каком другом сайте нет. И последнее, это получается сам скрипт. То есть, вы всегда пишите скрипт. И все. Дальше, ну, еще не все, смотрите, дальше, выбираем здесь скрипт и ставим ключ систему. Если она у вас есть. Если у вас ее нету, то галочку убираете. В принципе, логично. Если есть, ставите, если нет, убираете. Дальше нажимаете кнопочку суммбит, скрипт выкладывается. Все просто. Сразу скажу то, что выложить чит либо же приложение у вас не получится, потому что на это закрыт доступ. То есть, выложить чит либо же скрипт могу только я. Сделано это специально, потому что это довольно-таки серьезные штуки, с помощью которых могут вас обмануть, кинуть, заскамить и так далее. Это все должно тщательно проверяться. И после этапа проверки, если я захочу, то выложу. Кто предложил выложить, допустим, чит или приложение, либо же откажусь. То есть, чтобы, еще раз напомню, выложить либо чит, либо скрипт, вам нужно написать мне в личные сообщения в Телеграме. Вот. Идем дальше. Смотрите, как выдать функцию, не функция, а вот эту, короче, иконку, то, что типа скрипт пофикшен. То есть, мы заходим на скрипт, здесь появляется вот такая вот ручка, либо же карандаш, мы ее нажимаем и здесь дополнительно появляется патчер. То есть, мы ставим галочку, нажимаем суммбит, возвращаемся обратно, и как видите, на этом скрипте появилась эта иконка, и он немножко затемнился, то, что не работает. также это можно убрать. В принципе, все делается легко и просто. А также, допустим, если вы забыли добавить ключ-систему, то есть, ваш скрипт с ключ-системой, вы забыли добавить на него, то есть, поставить здесь галочку, вы ее ставите, и она появляется потом. Короче, я думаю, вы поняли. Также ее можно убрать, и все в целом отлично. Так, что я еще забыл рассказать, что я упустил. Вроде бы, все, что хотел, все рассказал, если не ошибаюсь. Так, ну, вроде бы, когда. Короче, если вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте лайк на него, пишите комментарий, не забывайте также подписываться на канал, также не забывайте пользоваться моим сайтом, напомню то, что ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был AceBan, всем удачи, и пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,